Пэрри Стоуна с молодости наставляли в сверхъестественном. К сожалению, мало у кого были такие наставники, как у него. А теперь Пэрри хочет поведать вам секреты из невидимого мира, такие как встречи с ангелами, сошествие великой славы и даже древние раввинские тайны времен храма. Честно говоря, я и сам раньше о них никогда не слышал. Смотрите сегодня в программе «Это сверхъестественно» Пэрри Стоун у нас в гостях. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеляний? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Видя вас, многие узнают вас, учителя пророчеств, учителя о еврейских корнях, но они многого не знают. К примеру, есть факт, о котором вряд ли знает большинство из вас. Вы знали, что у Перри есть ангел третьего поколения, который следует за ним. Так что же происходит, когда появляется этот ангел силы? Расскажите нам, Перри. Мы заинтригованы. Могу сказать, как перед Господом, я не всегда Его ощущаю, но примерно в десяти случаях это было совершенно неожиданно. Я не молился и не просил об этом. К примеру, на одном из служений все почувствовали перемену атмосферы. Даже люди, которые отступили от Бога, ощущают это. Обычно в такой момент все начинают плакать, приходит Святой Дух, приходит осознание Бога и Духа Святого. Что при этом происходит? Неожиданно меняется тема проповеди. Я кладу Писание на алтарь и вхожу в атмосферу служения. Или же приходит очень серьезное пророческое слово, совершенно неожиданно. Я заметил также еще одну вещь. Однажды в нашем служении были сложные перестановки. Я был подавлен, поскольку на мои плечи ложилось намного более тяжкое бремя. Я жаловался тогда Господу и говорил, «Как я со всем этим справлюсь? Ты просишь меня это сделать, но я ведь не справлюсь. Мне тяжело об этом рассказывать». Так вот, я сидел в кресле у своего стола и вдруг ощутил, как на спинку кресла опустилась чья-то рука. Когда появилась эта рука, у меня просто волосы встали дыбом. В седьмой главе Евангелия от Иоанна сказано, что Дух Святой действует изнутри, из нашего чрева. Появление ангелов вы ощущаете вокруг себя. Вы не ощущаете их внутри, но ощущаете помазание. Мне внезапно захотелось плакать, и та тяжесть, которую я ощущал, ушла буквально за 10 минут. Больше я ее не переживал, но я совершил одну непростительную для себя ошибку. Мой отец всегда говорил так, «Пэрри, когда ощущаешь, что пришел Бог, не убегай». Но я пришел в такой восторг. Я подпрыгнул, выбежал из офиса и стал колотить в двери второго офиса с криками, «Не поверите, что только что со мной случилось?» «Ни за что не поверите в это». Когда все пришли в восторг и стали бегать по офису, я подумал, «А что я делаю?» Я вернулся к себе в надежде, что ангел еще там, но его уже там не было. Я подумал, «Пэрри, что же ты натворил?» Что было бы, если бы я остался? И вот что я вам скажу. Это будет полезно слышать всем, каждому человеку. Одна из частых ошибок, которые я вижу в современной церкви, это когда мы подстраиваем служение под людей. Услышьте меня. Когда мы подстраиваем служение под людей. А разве это не называется адаптацией? Да, к тому же служения нормированы по времени. Пасторы часто говорят, служение будет длиться 55 минут. Все знают, насколько долгими будут проповеди, музыка. Мы оказываем людям медвежью услугу. Если они уже подошли к святому святых, к осознанию Бога, мы выводим их раньше времени. Это схоже с рождением недоношенного ребенка. Он рождается неразвитым. Либо в плане сердца, либо легких. Он не развился до конца. Ему нужно оставаться в больнице, пока не совершится полное развитие. Мы подводим людей совсем близко к появлению Бога. Не говорю, что так делают все, но многие да. В 12 служение заканчивается, потому что детям нужно успеть на футбол, а родителям пройтись по магазинам. Я сочувствую нынешнему поколению. Многие из них знают, что такое церковь, но не знают, что такое слава. Так что же мы делаем? Мы нормируем служение, подстраиваясь не под нужды людей, а под их дела. Вы услышали разницу? В этом случае вы не сможете познать глубины Бога, пока не научитесь двигаться в Божьем Духе. В таком случае самое сокровенное от Бога будет от вас закрыто. А теперь поговорим о другом. У вас есть откровение, которому вы научились у раввинов. Я еврей, и ни разу об этом не слышал, к своему стыду. К примеру, сверхъестественные языки. Меня всегда учили, что они появились в День Пятидесятницы. Вы узнали кое-что другое. Пожалуйста, и нам расскажите об этом. В 90-х годах одним из ведущих раввинов в Иерусалиме был Иегуда Гетцб, раввин Западной Стены. Мы встречались с ним поздно вечером, в 10-11 часов, потому что ночью примерно с 11 вечера до 3 утра у него было время молитвы. Он спросил меня, во что я верю. У меня сохранилась фотография, на которой раввин Гетц запечатлен с более молодой версией Перри Стоуна. В тот момент он показывал мне местонахождение Ковчега Завета на Храмовой горе. Не буду вдаваться в подробности, так вот он спросил меня, во что я верю. Сам он немного мистик. Я сказал, я верю в завет, в искупление, в изгнание бесов. Он посмотрел на меня и сказал, у Западной Стены стоит человек, который молится, считая себя Ильей. Можешь сходить и изгнать из него беса ради меня. Мы рассмеялись, и так начался наш разговор. Потом я сказал, «Еще я верю в говорение на иных языках, молитвенном языке Духа Святого». Он посмотрел на меня, не моргая, и сказал, «Ты имеешь в виду язык Бога?» Я задумался, «А что вы знаете о языке Бога?» Я думал, что он говорит об Иврите или о чем-то подобном, а он ответил, «Есть иудейская традиция, и я ей верю». Когда первосвященник ходил во святое святых в день искупления, Бог давал ему язык для общения. Язык, незнакомый священнику, на котором он мог говорить с Богом напрямую, и его никто не слышал. Я спросил, «Зачем?» Он ответил, чтобы сатана и его духи не могли слышать этот разговор. Вы подумали, «Удивительно!» Они разговаривали на языках. Сейчас вы услышите кое-что еще более интересное и удивительное. Я хочу рассказать о дяде отца Перри. Его звали дядя Руфус. Вы знали, что дядя Руфус окончил только... Сколько? Три класса. Только три класса. Дядя Руфус окончил только три класса, но мог говорить на любом языке любого человека, с кем ему доводилось встречаться. Три класса образования. Так он проповедовал Евангелие. Перри пророчествовал. И я лично слышал это незадолго до выхода в эфир. Теми дарами, которыми он был наделен, он будет наделять и вас. Поэтому никуда не уходите, мы скоро к вам вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь восемь, девять или десять часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение. Есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Перри, вот что меня изумляет. Расскажите, пожалуйста, мне о дыхании святых, изучении древних раввинов. Что такое дыхание? Традиция гласит, что в Скинии Моисея о появлении славы Господа узнавали, во-первых, по звуку человеческого дыхания. Он похож на дыхание. Или на дуновение ветра. И второй признак, по которому вы об этом знали, занавес во внутреннем дворе или в святом святых начинал двигаться подобно дышащим легким человеком. Он качался вперед и назад. Это получило название «дыхание святых». Интересно, что на иврите слово «дыхание» — «ветер» и «дух» — одно и то же слово «руах». Вам нужно прочесть контекст стиха, чтобы понять, о чем идет речь. «Руаха кадеш» — значит «дух святой». Если начать исследовать эту тему, это явление получило название «дыхание святого места». «Дыхание святых» — «святое дыхание», «дух святой». Другими словами, такой звук дыхания был проявлением «руаха кадеш» — «духа святого» или «духа святого». «Духа Бога». Интересно то, что если перейти в Новый Завет и открыть «деяние» — вторую главу, с первого, по четвертый стих, то в день Пятидесятницы с неба донесся звук будто бы сильного ветра. Все вы помните это местописание? Библия говорит, что он наполнил дом, где находились ученики. За много лет до того, как ваш отец ушел на небеса, он дал вам совет. Что он вам сказал? Мы сидели в его доме, ему было 78 лет. Он сказал, «Мне снился сон». Я находился на служении и увидел, как враг атакует людей. Это были сексуальные грехи, соблазны, давление, депрессия. Он сказал, что все это противостояло Божьему народу. Отец продолжал. «Бог сказал мне то, что я решил передать тебе. Я не проживу настолько долго, чтобы успеть рассказать это людям. Я уже не в силах проповедовать в церкви. Я спросил, что же это?» И он сказал, «Дух Святой ускорит понимание. Скажи людям, что есть решение для возникающих атак». Я цитирую дословно. «Они должны научиться чрезмерно молиться в Духе». Я спросил, что значит «чрезмерно». Он сказал, «Обычное поклонение в церкви, обычная молитва в Духе не помогут. Вам нужно пойти в молитвенную комнату и молиться в Духе иногда от 30 минут до 1 часа, чтобы отразить эту атаку. Это поколение еще не знает, как молиться в Духе. Если не молиться, вы будете подвергаться атакам, не понимая, как от них избавиться». «А это обязательно?» «Да, это обязательно». Рассказав о чрезмерной молитве в Духе, он спросил, «Помнишь дядю Руфуса? Я коротко расскажу о том, кем был дядя Руфус. Руфус был дядей моего отца. У него был дар, который он получил через Духа Святого, когда был спасен. Он мог говорить на любом языке мира. Он мог подойти к любому иностранцу, как в своем родном городе, так и в любой точке мира, и заговорить на его языке. Многие люди были приезжими и плохо говорили по-английски. Никто не мог им рассказать о Боге. Руфус проповедовал и свидетельствовал им о Боге. Они думали, что он просто знал их язык. Когда он говорил на латыни, его считали католическим священником. Не могли бы вы очень быстро помолиться, чтобы люди исполнились Духом Святым? Первое, что вам нужно сделать, — это покаяться. Давайте помолимся молитвой покаяния. Если те, кто в студии, хотят согласиться в молитве, будет прекрасно. Скажите со мной, Отец Небесный, во имя Иисуса. Я прихожу к Тебе и прошу Тебя прости все мои грехи, тайные грехи, сокрытые грехи, явные грехи, все, что Тебе неприятно, Господь. Прости меня. Очисти меня кровью Иисуса, прямо сейчас. Помоги мне, Господь, ходить в победе, ходить в вере, следовать за Тобой и принять освобождение в моей жизни и в сердце. Сегодня я принимаю Иисуса как Господа и Спасителя. Аминь. Слава Богу. Аминь. Это займет две минуты. Я скажу вам о трех вещах. Кстати, на моих глазах 200 тысяч человек были крещены Духом Святым на собраниях в Америке. Первое. Вера, которой вы спасаетесь, это та же вера, которой вы принимаете Духа Святого. Вам не нужна какая-то более великая и сильная вера. Если вы смогли поверить тому, о чем я говорю, у вас есть вера. Второе. Когда мы просим Духа Святого прийти, а вам нужно попросить Его прийти, крестить вас и наполнить вас, Он сделает то, о чем вы просите, если вы верите. Третье. Библия говорит, что ученики наполнились Духом и заговорили на языках, как Дух давал им провещевать. Я хотел бы перефразировать так. Они говорили тогда, когда Дух давал им слова. Молитесь о Духе Святом и просите Его прийти. Так было и со мною. И со всеми, кого я встречал, в какой-то момент вы услышите, как Дух Святой говорит к вам. Ваш Дух молится и принимает силу Бога. Когда вы услышите слова, которые придут в ваш Дух, произносите их своим языком и почувствуете, как подействует сила Бога. Скажите, Отец Небесный, согласно твоему слову, согласно твоему обетованию, я принимаю дар Святого Духа прямо сейчас. Дух Божий, наполни меня, крести меня силой Бога и Духом Святым прямо сейчас. Скажите со мною, я принимаю Духа Святого сейчас. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. А теперь поднимите свои руки и начинайте поклоняться. Слава Богу, и сейчас вам доступны эти иные языки. Халлилуйя. Халлилуйя. Хэрри получил от ангела шесть слов. Они изменили его жизнь и изменят вашу жизнь. Никуда не уходите. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня. Это сверхъестественно. Вы услышали шесть слов ангела. Они изменили вашу историю. Расскажите мне об этом. Роберт Кэмпбелл когда-то был пастыром церкви в Южной Дакоте. Это произошло с женщиной, которая была в его церкви в 20-х годах во время пыльного вихря. Ее корова заразилась личинками и была при смерти. У мужа был туберкулез, и он тоже умирал. Они почти потеряли свою ферму. Эта женщина искала Бога. Я буду рассказывать очень кратко. Когда женщина увидела, что ветер начал закручивать пыльный вихрь, и он стал приближаться, она сказала, «Господь, что я еще могу сделать?» Внезапно пыль опустилась, и из нее вышел человек. Это был ангел Господа. Он сказал ей, что ее муж будет исцелен, и они вместе еще родят детей. Также он сказал, что ее корова будет исцелена. Кстати, личинки вышли из живота коровы сверхъестественно, и корова выжила. Сейчас вы умножаете веру многих людей. Слушайте далее. Эта женщина обещала продать корову ради миссионерской работы, если Бог ее исцелит. Она так и сказала этому ангелу Божьему, «Если Бог исцелит эту корову, я продам ее ради цели миссии». Ангел рассердился на нее и сказал, «Лис, в плане Бога нет слов «если». Пойми это. В плане Бога нет слов «если». Роберт Кэмпбелл подробно поведал мне эту историю. Муж женщины поправился, они родили еще детей. Когда я услышал эту историю, Бог изменил мою жизнь. И я объясню, почему. Я много молился за своего сына, который страдал зависимостью от алкоголя и наркотиков. Сейчас он свободен. В те дни я молился Господь. «Если ты коснешься его», я говорил своему другу Равину. «Если Господь коснется Джонатана», я постоянно говорил, «Если, если». Постоянно. «Я построю это здание, если будут деньги». Господь сказал мне, «Когда ты говоришь «если», ты задерживаешь исполнение, ты сомневаешься во мне. Подумай об этом «если». Ты говоришь «если Бог», подразумевая, Бог не может этого сделать. Знаешь, почему твой сын до сих пор не свободен? Сатана может прийти ко мне и сказать, «Пэристоун тебе не верит». Он сомневается. Я говорил, «Когда мой сын будет свободен?» «Когда мой сын придет к Богу?» «Когда придут деньги?» Сиид все начало меняться с того времени, как я убрал слово «если». Сиид, к Иисусу пришел человек и сказал, «Господи, если хочешь, очисти меня». Иисус сказал, «Хочу». Он убрал слово «если». «Если» — это слово сатаны. Он говорил, «Если ты сын Божий». «Если то-то и то-то». Сатана всегда заставляет усомниться в слове. Бог употребляет слово «если» только в случае условий. «Если народ, который именуется именем моим». Это условие не для Бога. Это условие для нас. Будем ли мы послушны?» Я стал убирать из своих молитв слово «если». И сказал Роберту, что эти шесть слов из истории 29-го года, времени Великой депрессии, изменили мою жизнь. Хочу сказать всем, когда вы молитесь, перестаньте говорить «если». Перестаньте говорить «если» после молитвы. Говорите «когда». Брат, вот что я тебе скажу. Когда Бог будет готов, когда Бог сделает это, когда это исполнится, я сделаю то и это. Бог преподал мне урок. Я по сей день ловлю себя на этом слове и говорю «Бог, прости меня, в твоем плане нет слов «если». Откуда я знаю, что там нет слов «если»? Потому что написано обетование Бога «да» и «аминь». Аминь и аминь. Это весьма здорово. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В прошлом феврале на меня напали, у меня было сотрясение мозга, и я ощущал усталость. Сид помолился за высвобождение ангелов исцеления, и моя шея была исцелена. Сейчас мне 19, но я была спасена в 16, и ваша программа направляла и помогала мне расти в слове и сверхъестественном. Свидетельства, которые я слышала, вселяли в меня огромную веру и желание жить в святости и праведности. Если бы не это сверхъестественно, не думаю, что я была бы сейчас там, где я есть. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Я Джон Берг, я изучил больше тысячи переживаний людей, когда они умирали, но медицина возвращала их к жизни, и мне есть, что сказать о будущей жизни. Я сравнил больше ста захватывающих историй о том, что говорит Писание о небесах. Надеюсь, вам понравится путешествовать со мной в жизнь после смерти. Поверьте, это навсегда изменит ваш взгляд на будущую жизнь и ваш образ жизни сегодня. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске с Сидом Ротом. Мы с вами поговорим о небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова